Для того, чтобы понравиться противоположному полу, очень два простых совета. Первый – это смотрите, что привлекает противоположный пол, и не слушайте ту ерунду, которую вам несут феминистки, как не слушайте ту ерунду, которую вам несут НЛПшники. Это вас не сделает счастливым. Мужское государство несёт мужское движение, это вас не сделает счастливым. Всё это вредные советы. Если есть вещи, которые являются объективной реальностью, просто смотрите на них, смотрите на поведение. Не слушайте, что говорят, смотрите на поведение. Что привлекает, почему привлекает, анализируйте, пытайтесь соответствовать этому, соответствовать тому образу привлекательности, который есть у людей, который привлекает вас. И не бойтесь меняться, это относится и к мужчинам, и к женщинам. Не бойтесь меняться, меняться – это нормально. А меняться в соответствии с чьими-то вкусами – это нормально. вы от этого не перестаёте быть собой, вы от этого не придаёте какое-то своё естество, не ломаете себя через колено. Я часто меняюсь под влиянием других людей, я прислушиваюсь к тому, что они говорят. Например, я понял, что мои жилетки разноцветные, они вызывают не ту реакцию, которую я хотел бы, но не у тех, кто меня хейтит, это мне всегда было безразлично, а у тех, кого я хочу привлекать. В этот момент я изменил свой образ, и это нормально. Меняйтесь сами, не пытайтесь вариться в собственном токсичном кругу таких же, как вы, это вам не поможет вырваться, не поможет достигнуть поставленных целей. Смотрите на людей, которые не на хейтеров, которые пишут, разливают яд, пытаются вас затоптать, понизить вашу самооценку, этих людей тоже слушать нельзя. Нет, слушайте людей, которым вы хотите понравиться по той или иной причине, присматривайтесь к ним, что им кажется интересным, что им кажется привлекательным, и чем больше вы будете в эту сторону меняться, тем счастливы вы станете. Я следую именно этому правилу, это правило меня никогда не подводило. Просто оно требует вашей собственной силы воли, и оно требует от вас, чтобы вы разобрались в себе, потому что прежде чем к кому-то прислушиваться, нужно для себя понять, к кому вы хотите прислушаться, что вы в жизни на самом деле хотите достичь, как, например, для вас выглядят идеальные отношения или отношения, в которых вы хотели бы оказаться. Это непростой зачастую вопрос, но как только вы на него ответите, вам станет гораздо проще. Такой совет, да. Продолжение следует...